Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана, 4 сентября у нас на календаре и вторая часть экскурсии по нашему молодому винограднику. Сегодня будем смотреть технические и универсальные сорта. Еще раз напоминаю, виноградник молодой, ему только третий год. Для большинства сортов это первое сигнальное плодоношение, поэтому вина мы с них еще не делали, не знаем, да? Смотрим только состояние ягоды. Лозы эти были посажены в 2021 году. И прежде чем мы начнем нашу экскурсию, я напомню, что было в этом сезоне. Сезон у нас начинался крайне плохо. Поздние весенние морозы подпортили картину, часть почек померзла. Ну и также весна была очень холодная, начало лета тоже такое, не особо поздний старт у растений. Эту информацию просто необходимо учитывать, когда мы будем смотреть, к чему мы пришли и будем оценивать результаты. Это у нас кецнори, но пока еще не до конца окрасился. Каберне-дорса, одна брось, но вот такая достаточно крупная. Косточка пока чуть желтеет. Сахар на сегодня 17,1. Видно, что начинает зреть лоза. Очень большая у него сила роста. Весна слабо просыпалась, но потом как пошел в рост, так пошел. Шардоне, даже тут не подсвечу, особо показать нечего. Ягоды еще зеленые. Гроздочки опылились так себе, но правда зреет лоза. И здесь был ананасный. Точнее, он есть, но урожай уже снят. Общий уровень сахара в сусле 17,5. Но для нас так и было задумано. Альминский, но еще не весело красился, не до конца. Немножко мы тут сделали зеленый сбор. Такие длинные. Очень красивые грозди. Тоже начинает зреть лоза. И смотрите, вот с этой, с этого места взяла ягодку. Померить сахар. Ягода кислющая на вкус жуть. Ну и чувствуется, что она такая не зрелая. Однако сахар 17. Кстати, у дурсы ягоды съедобные. Вот она как бы такая на вкус вроде как и вкусная. При том же там сахар чуть-чуть больше 17. Софира красотулька. У нее такие очень интересные ягоды. Они прям прозрачные становятся. И сквозь них видно косточка. Грозди такие достаточно крупные. Вот смотрите, какая красотулька. Вот такая косточка. В принципе, коричневая. Ну, конечно, да, еще не до конца, не совсем. И та же магическая цифра 17. И хорошо зрелет лоза. По вызреванию лозы в конце. Скажу, почему для этих, наверное, в наших условиях это важно. Ливодейский черный. Вот на одной плоскости. Там еще на второй есть грозди. Вот так выглядит вкусно. Видите, почки не очень просыпались весной. Поэтому с пробелами. Ну, пока несколько неравномерно. Здесь вот так. Раз, рано получше. И вот там на второй плоскости. Вот, смотрите. Что такие красивые гроздики. На сегодня сахар 15. Вот это красенье. В этом году, конечно, первоплодоношение страшненький. Там еще есть несколько грозди. Ну, вот показать особо нечего. На сегодня сахар 15 брикс. Вейленд. Урожай уже собран. Был собран 30 августа. С полностью коричневой косточкой. То есть фенольная зрелость наступила. По сахару примерно 20-21 брикс. Мерили в единичных ягодах. Поскольку использовали карбоническую мацерацию. Поэтому сусле померить сахар невозможно. Это у нас вильдер. Еще не до конца окрасился. Хасанский боуса. Шикарно грозится. Прямо все очень хорошо. Легкий, приятный, изобельный привкус. Хорошая сила роста. Смотрите, нам чуть-чуть не хватает дофинальной зрелости. Только, чтобы пупсик окрасился. И сахар 20. При этом тут место такое. Вот рядом соседский сарай. С южной стороны. И, конечно, он некоторую тень создает. Рондо красавчик. Вообще грузится потрясающе. Плодоносит абсолютно на всем. Он делал очень красивые грозди. Вообще сам он очень красивый. Вот смотрите. Ну, конечно, здесь их несколько. Очень эффектно. Прямо очень. Повторю еще раз. Плодоносит на всем. Шикарно зреет лоза. В прошлом году даже на каком-то из этих побегов. Даже на пасынке. Пасынк вызрел. И из него пошел такой плодоносный побег. Ну, конечно, на лозе сейчас пробелы. Это вопрос весны. На вкус ягода такого. Ну, из европейского вкуса, да. Косточка. И сахар 18,8 на сегодня. Вот это у нас гроздочка. Пина ранний. Очень поздно стартовал. Какой-то он не ранний. Но вот так окрашивается. Это у нас дублянские гроздочки. Конечно, вот такие вот мелкие. И вот там есть гроздочки. Вот там еще есть гроздочки. Такая ягодка прям в какую-то розовату уходит. Вот такая косточка. И, в принципе, фенольная зрелость вот-вот. Сахар на сегодня 21. По вкусу мускат. И, как мне кажется, с такой цитронной нотой. У технарей мускаты, вот они немножко отличаются. То есть, одни идут вот легкий цитрус, а вторые идут больше леденец. Вот больше леденец, это у голанта такой мускат. А больше леденец, у зельдереба такой мускат. Ну, как бы, если вы не пробовали, то немножко сложно, может быть, в описаниях. Но вот мускаты несколько разные. Ну, и видно, да, что глаза тут зреют достаточно хорошо. И, в принципе, конечно, куст недогружен, он поджировывает. Ну, и так сложились обстоятельства. Вот эти небольшие гроздочки. Это севар. Видите, даже получилось, что только в одну сторону мы смогли его запустить. Шикарная лоза на сегодняшний день. Ну, гроздочки здесь такие покрупнее, да. На той плоскости поскромнее. По вкусу, ну, скажем так, классический вкус черно-технической ягодки. Шкурка такая жестковатая. Сахар 16. И при этом сахар, я то есть, ягодосъедобная. Потому что бывает, что где-то большая кислота, а вот здесь кислотой ее немного. Ну, смотрите, вот косточка, да. То есть, она начинает зреть, но еще зрелость не совсем. Это Дорнфельдер. Вообще обладает сумасшедшей силой роста. С первого года он прям очень активно рос. И смотрите, как грузится. Вот здесь на одном побеге три грозди, такие не очень маленькие. Вот, не очень маленькие. А вот здесь такое гнездо. Недоразвитый побег, но специально оставили, потому что вкус надо грузить. Да, и опять же, смотрите, лоза. Лоза зрелая. Сахар 15. Опять же, классический вкус. Технической ягоды. Косточка. Начинающая желтеть. И поскольку вот здесь я все-таки показываю нагрузку, да, говорю про большие грозди, очень часто бывают такие комментарии, что вот для технорей это не важно. Для технорей должна быть мелкая ягода. Для технорей урожайность не важна. Точнее, большая урожайность. Для технорей, может быть, нет. А для нас, да. Если у нас есть гектары, это одно. Если у нас пару соток, да, или место на пару кустов, то выращивать, условно, бутылку с куста, ну, это просто не имеет никакого смысла. Тогда гораздо проще пойти и купить. Поэтому для маленьких участков, да, для такого домашнего виноделия урожайность имеет смысл. Ну, кроме того, давайте откровенно. Мы с вами не претендуем на великие вины Франции, да. А если в наших условиях мы можем под хорошей нагрузкой выращивать урожай и получить в фенольной зрелости нормальный уровень сахара, то получится у нас вполне нормальное вино. Причем сделанное под наши вкусовые предпочтения. Ну, вот это у нас околон. Тоже получилось, да, что только в одну сторону мы его сформировали. Ну, такие неплохие грозточки, смотрите. Вот. Вот. Ну, на второй плоскости есть. Вот такая косточка. Фенольная зрелость уже близко. Сахар 18. Вкус классический европейский. Кислоты не чувствуется. Это у нас кристалл. Посадка прошлого года годовалым саженцем. Ну, смотрите, тут такие достаточно крупные грозди у нас получились. Хорошо грозится. Мы его тут несколько разгружали, потому что совсем молоденький кустик. Но плодоносит на крайних почках, потому что вот урожай фактически на земле. Вкус простой. Ну, пока еще ягода из зеленого. Сахар 15. И косточка вот такая. Вот такая. Да, чуть-чуть начинает коричневить. Кстати, кристаллы шардоне были посажены в одно время, прошлой весной. Только кристалл были однолетние саженцы, шардоне двухлетние. Никакой разницы в их развитии абсолютно нет. Поэтому вот эта гонка за двухлетними саженцами, она абсолютно неоправданна. Это у нас пина урожайный. Видите, еще не полностью окрасился, но несколько больше окрасился, чем пина ранний. Хотя начали они краситься в очень разное время. Этот уже давно, а тот только-только. Я даже вот сегодня первый раз заметила, что он красится. В прошлом году уже здесь была гроздочка, но, скажем так, она фенольно добрала свои кондиции. Но была же осень никакой еще. Было холодно, были дожди, поэтому ягода была абсолютно размытая. Посмотрим, что будет в этом году. Вот в темной ягодке вот такая у нас косточка. И сахар 15,9, можно сказать, 16. Олег, он же диамант. Вот такие большие, очень-очень красивые грозди. Ну, есть их здесь. Несколько штук, смотрите, какие. И вот кажется, что ягодка прям прозрачнее, но потом она еще станет несколько розоватой. То есть пока она еще не готова. Ну, тоже обращаю внимание, глаза. Вон, насколько вы сделаете. По сахару на сегодня 15. Уже чувствуется мускат. И интересно, в шкурке такие какие-то пряные ноты. Очень интересные. Памятина Мковская, киш-миш. Немножко подмерз весной. Но, тем не менее, опять же, на крайних первых почках есть урожай. Раз, грозочка. Вот там два. Лоза, лоза. И смотрите, показываю верхушки. Абсолютно чистые. Про Домковскую ходят слухи, что она очень сильно хватает мидии. Но в нашем случае не очень. И в первый год, да, когда мы посадили, она практически сгорела. Но уже на второй год, несмотря на то, что мы крайне сильно задержались с обработками, тем не менее, она была чистая. И вот сейчас тоже она чистая. Последние обработки были более 30 дней назад. На сегодня сахар 17. Вкус приятный, кисло-сладенький. Бриана. Немножко слабовато в этом году. Такие небольшие грозочки. У него грозы могут быть больше. Упаление, к сожалению, тоже не идеальное. Чуть-чуть еще не готово. Она не набрала свой характерный вкус. То есть уже такой фруктовый не чувствуется. Но в полном созревании она будет интереснее. Но сегодня сахар 18. Ну вот по косточке видно, что еще не совсем. Ну и теперь переходим к более поздним сортам. Они у нас в пристенке сидят. Здесь у нас рябон. Смотрите, какой куст. Вот эта часть этого куста, она вяла весной. Я вам это показывала. Тем не менее. Да, даже урожай у нас там висит. Такие красивые ульки. Вот эта часть весной подмерзла. Пошли замещающие почки. Но на замещающих не плодоносит. Очень большая сила роста. Хорошо зреет лоза. Но даже можно не показывать сейчас. Это видно по прошлому году. Посмотрите, вот сколько вызрело в прошлый плохой год с осенью, которую включили 1 сентября с дождями и с низкой температурой. Ну, такие красивые грозди. Пока ничего не меряем. Не совсем это имеет смысл. Пусть зреет. Здесь у нас марселан. Тоже чуть послабее. И вот пошел окрас. Да, еще не все красится. Ну, пока так. И вот эти вот красивые грозди плотные. Это кадарка. Вот такие очень красивые грозди. Для нее характерно, что вообще она очень поздно красится. В прошлом году она уже плодоносила. И я думала, что даже пересорт. Потому что ягода становится желтой, почти прозрачной. И думаю, что это сорт белый. Должен быть синий. Но потом все-таки окрас приходит. И в прошлом году у нас была уже сигнальная гроздика. Она таки созрела. Да, чуть-чуть был недобор по сахару. Ну, фенольную зрелость она набрала и ушел послен. А вот у нее в недозрелом состоянии послен будет. Ну, вот смотрите, да, такие грозди очень-очень плотные. И вот пошел окрас. В принципе, поскольку в прошлом году в плохом созрело, то не сильно мы не беспокоимся за этот. Ну, вот лоза. Лоза зреет. Зреет очень хорошо. Вот здесь солнце отсвечивает. Ну, вот на метр как минимум уже вызрело. И вот еще в школке Платовске, ну, видно, он уже так нормально желтеет. Хотя это школка, да, понимаем, сроки это минимум. На месяц сдвигается от основных кустов. Ну, пока не будем пробовать. Пусть еще немножко повисит. Да, посмотрим, что с ним будет. То есть по окрасу уже видно, что тут нормальное созревание. Теперь я вам расскажу, почему я так обращала ваше внимание на вызревание лозы. Ну, то, что это важно, я думаю, не стоит объяснять. Это важно, особенно в северных регионах, потому что у нас не такой длинный вегетационный период. Нам надо, чтобы лоза отдохнула, да, чтобы она вызрела, хорошая, здоровая, ушла на зиму и дала нам урожай в следующем году. И если с сортами раннего срока созревания, вот сейчас в начале сентября, к примеру, мы ягоду срезали, лоза уже свободна, да, и ей вызреть проще. Потому что у растения они сосредоточены на размножении, а не на сохранении себя. То вот с сортами более позднего срока созревания могут быть проблемы. Потому что вся энергия идет на ягоду, да, и может случиться так, что урожай мы соберем, а лоза не вызрела. Тогда для нас это, ну, не очень хорошо, потому что не вызревшая лоза, плохая зимовка, в следующий год мы остаемся без урожая. Неинтересно, правда? Так вот, поэтому я обращала ваше внимание, что у большинства сортов, несмотря на то, что еще неизрелая ягода, лоза уже нормально начала вызревать. Значит, она вызрит, и значит, мы можем спокойно позволить себе ждать вот этого самого вызревания урожая. В принципе, у нас только вот прошлый год такой был непонятный, когда ровно с 1 сентября кто-то там рубильник тепла выключил, пришла осень, пришла осень достаточно холодная. Пока что в этом году синоптики нас радуют, обещают, что сентябрь будет хороший и теплый, и вполне вероятно, что вся вот эта ягода, которую я вам показала, она вызрит. А еще с учетом того, какой был май, ну, в принципе, я считаю, что результаты очень неплохие, и вот что меня лично очень радует, и не только меня, нас вместе с мужем, что лоза вызревает, и даже если ягода там чуть-чуть в этом сезоне, к примеру, не дотянет, то в следующем сезоне у нас будет шанс попробовать ее вызреть, потому что будет с чего плодоносить. А мы можем себе позволить сейчас проявить терпение и держать ягоду до последнего на кустах вплоть до мороза. Мы видим, что лоза к зимовке уже активно готовится, ну, еще постоит немножко тепла, и она вызреет полностью. Ну, и также напоминаю, что сегодня мы вам... Ну, и также напоминаю, что сегодня это была только экскурсия по молодому винограднику, по старым техническим сортам, условно старым. Если будет время, то сниму и, наверное, в начале следующей недели тогда выйдет ролик, посмотрим, какие кондиции там. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом, нажав кнопку «Счет». Ссылка на каталог наших с ротов винограда и наши контакты. И до новых встреч! До новых встреч!